Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы готовы, открыты для диалога, для общения. Попробуем поговорить, ответить, может быть, на какие-то вопросы, если они есть. Ну, они точно есть, они постоянно присутствуют и постоянно требуют ответа. Ну, или люди ищут ответ на какие-то вопросы. Причем так это бывает, что вчера у тебя не было этого вопроса, а сегодня он есть. Или вчера ты знал ответ на этот вопрос. Ну, не знаю, замужняя женщина, вчера она знала ответ на вопрос, как быть в браке или как не быть в браке. А на следующий день что-то такое произошло с ее браком. Отчасти конкретную историю. Да, или мужчина приходит, там что-то треснуло, и возникли вопросы сразу. А как быть, а что, и так далее, а почему так. Ну, в общем, да, мы ждем именно ваших вопросов. Если они есть, я думаю, что они, ну, то есть для меня они всегда уникальный характер носят, даже если они озвучены похожим образом, если уже похожим образом кто-то об этом спрашивал. Алексей, такой у меня вопрос. Есть ли у вас какая-то обратная связь от зрителей нашей программы? Говорят ли люди, смотрят какие-то реакции, замечания, может быть, пожелания? Потому что ко мне подходят периодически люди и говорят, вот смотрел ли, там смотрел или смотрел вашу программу. Иногда с прямым указанием мне казалось, что вы про меня говорили, хотя мы не говорили про конкретного этого человека, который ко мне подошел. Или, не знаю, вот вы рассказывали, но тема не была раскрыта, слишком мало времени в программе было. Ну, я могу сказать, что обратная связь, я сейчас подумал, что она в две стороны есть. Потому что, ну, с одной стороны, мои пациенты иногда мне говорят на приеме, или люди вновь пришедшие, ну, которые не являются пока моими пациентами, или, может быть, не станут моими пациентами, да, но пришли на консультацию. Они говорят, что там видели какую-то передачу или какие-то передачи, ну, и что-то такое, да. То есть есть обратная связь, что мы обсуждали. Или я пришел к вам, потому что вы, ну, там, я выбирал себе специалистовый, или я не знал, к кому мне обратиться с моей темой. Увидел, что вы говорите об этом, озвучиваете, и понял, что, ну, это вот тот самый, может быть, сигнал, или вот тот самый случай, когда можно прийти и начать этот разговор. Но я также думаю, что вот сейчас, когда вы задали этот вопрос, обратная связь есть и у меня к людям, которые ко мне приходят, потому что я понимаю, что части своих, ну, как я уж начал говорить, да, своих пациентов, тех людей, которые приходят и обращаются за помощью, я, наверное, что-то договариваю в нашем с вами разговоре, ну, как-то формулирую, может быть, отвечаю на какие-то их вопросы, зная, что, ну, какая-то часть смотрит. И действительно, какие-то послания, если человек ощущает, думает, что что-то произносится про него, в каком-то смысле это так и есть. Может быть, это сообщение мной не помечается лично такому-то, да, но если человек слышит это как сообщение про себя, ну, наверное, в этом есть определенный смысл. А мне интересно, вы же иногда приводите примеры, рассказываете истории из практики. Регулярно. Не предъявляют ли ваши пациенты вам претензии, что вы о них рассказали в эфире телеканала «Самар и ГИС»? Ну, я пользуюсь или следую традиции, такому непреложному, можно сказать, неписанному, то есть в буквальном смысле он не написан, этот закон давно есть во врачебной традиции, искажать какие-то данные, чтобы люди не могли быть опознаны, те люди, о которых я говорю, да, то есть там мужчина может быть в примере изменен на женщину, возраст, еще какие-то детали, да, но внутри этого всего есть канва, внутри этого всего есть какой-то… Ну, некая, может быть, модель, ее условно можно назвать универсальной, в том плане, что она повторяется в жизни разных людей, но при этом она уникальна, потому что история нагружена какими-то, ну, своими индивидуальными вводными данными. Мы, безусловно, если так посмотреть каким-то, как говорится, крупным планом вращаемся или находимся внутри как будто ограниченного числа тем, ну, отношения детей и родителей, супружеские отношения, да, отношения человека с самим собой, ну, и еще, может быть, некоторое количество, да, но действительно эти все темы индивидуализированы, и если смотреть некрупным планом, то они всегда имеют какие-то особенности, какие-то черты, какие-то ходы. Я даже думаю, что в этом плане невозможно действительно озвучить чью-то историю, ну, свою историю может озвучить только тот человек, который является носителем этой истории, и тогда это будет история от первого лица. И то практика показывает, что сегодня человек от первого лица так свою историю рассказывает, а к вечеру, может быть, уже совсем по-другому, да, а послезавтра он рассказывает... Причем на вечерний рассказ может влиять его жизненный опыт, который он прожил в течение дня. Много что может влиять. Может влиять то, как он себя услышал, говоря о самом себе, да, и поправил что-то. И, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, Елена, это отдельная история. Мы туда, может быть, заглядывать не будем, но если интересно, когда-нибудь сделаем экскурс. Отдельная история, потому что часть или одно из направлений психотерапии, нарративная психотерапия, она как нарратив, это разговор. Мы как-то одно время говорили об этом. Как раз построена на том, что человек хозяин своей истории. То есть сейчас достаточно широко распространена точка зрения, что человек заложник своей истории, то есть история сформировала. Ну, почему я такой? Какая-то часть людей может в нынешней традиции ответить. Потому что меня таким образом сформировали, меня таким образом воспитали, научили, повлияли и так далее. И если вы видите такого человека, как я сейчас, ну, значит, это вопрос не столько ко мне, сколько вот там, ну, к несчастному детству, может быть, к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Я сейчас утрирую, но, в принципе, иногда вот этот компонент звучит. И тогда терапия строится вокруг того, чтобы, ну, как-то выяснить отношение человека к его истории. Но по большому счету сделать его активным деятелем, актором, да, в этой истории. При этом, клянусь, мы уже как-то говорили об этом, что когда человек приходит вот со своей этой историей детства, там, взаимоотношений, в кабинете у психотерапевта или у психолога, ему приходится, ну, наверное, научиться, может быть, или сделать некий вывод, что сейчас, будучи взрослым, у него есть уже взрослые ресурсы, взрослые возможности, ну, действительно взять ответственность за свою жизнь и, ну, быть хозяином самому себе. Ну, в общем, наверное, так и есть. Если говорить об истории, то можно хотя бы начать с того, что человек может стать хозяином своей собственной истории. Сначала. То есть возглавить историю, попробовать ее описать какими-то другими способами, другими красками. Не думая о том, будет ли это обман или не будет обман, да, потому что история – это все-таки способ восприятия, да. И творить себя в истории – это, ну, определенное качество, которое у человека может быть сформировано. Пожилые люди иногда становятся, как это, не обязательно, ну, просто они хорошие выразители, да, условно, какой-нибудь рассказ, где дедушка одну и ту же историю внукам или, допустим, там, публике широкой или неширокой рассказывает по-разному. И публика каждый раз удивляется, или внуки каждый раз заслушиваются, потому что дедушка каждый раз то он был на коне, то он был на лошади, да, то он был на собаке, то он был верхом на, не знаю, на чём ещё. На зайце, да, то пешком, то на поезде, вот. И вот это вот переписывание истории, в кавычках переписывание, воссоздание, да, воссоздание, по сути, воссоздание смысла, да, который за этим всем стоит, ну, воссоздание какого-то послания, какого-то месседжа самому себе или там окружающим. Вот. Поэтому, если мы сейчас из вот этого кармана, из этого углубления вернёмся немножко назад, я не знаю, здесь мы всё ли прояснили для нас с вами, для наших телезрителей, вот я подумал, вот эта часть осталась, не знаю, может быть, неотвеченную. То есть из того, что приносят люди, из тех трудностей, и тех проблем, которые они приносят, по сути, иногда для людей, безусловно, важно, кто именно был участником и является участником их событий. Но со временем возникают какие-то у них озарения, какие-то находки, которые, я бы даже, может быть, сказал, могут быть изъяты из этого, из всего, да, какой-то такой, как, может быть, руда изъята из породы, породы, которые её сопровождают, да, в чистом виде. То есть и человек с этим каким-то своим пониманием о самом себе движется дальше в другие отношения, в другие истории, да, в другие какие-то взаимодействия. И в этом смысле очень часто обсуждение или озвучивание историй других людей, которые там психотерапевт или психолог услышал, это как раз озвучивание не столько нюансов, хотя они важны, сколько вот попытка воспроизвести или придвинуться к этому, подвести к рождению этого смысла, я бы так сказал, да, вот всё так складывается, и когда люди слушают, а, вот, оказывается, это, ну, как это могло бы развернуться, или вот, оказывается, чему можно здесь научиться, или вот, оказывается, что здесь является важным, что человек там для себя не замечал. Пример. Если сложно, я могу привести пример, который у меня возник в голове, может быть, и вы пока подумайте, приведёте свой пример из практики. Я знаю тоже, у психологов есть такое упражнение исследовательское, когда просят написать своё первое детское воспоминание, и этот текст, полученный от человека, является таким материалом для анализа. какие там чувства, эмоции были вот у ребёнка, да, вот в этом первом воспоминании, неважно, это может быть даже воспоминания из грудного возраста, где там мама, где папа, и если посмотреть на эти тексты у разных людей, неважно, там даже с разными уровнями образования, то иногда бывает у человека богатый словарный запас, да, даже, может быть, филологическое образование, но вот это первое воспоминание он пишет очень короткими, объединёнными предложениями, то есть, не знаю, я там лежал, он ходил там и прочее. И психологи разбирают и просят этот текст переписать, дополнить его вот смыслами, про которые вы говорите, или, может быть, даже нюансами, если там не хватает эмоций, то прописать эмоции какие-то, прописать возможное поведение родителей, взрослых. вот на ваш взгляд, насколько это целесообразно, такая работа? Что у человека в голове меняется, когда он проводит вот эту работу, обогащая свои вот эти воспоминания уже с помощью своих взрослых ресурсов и знаний, допустим, о чувствах, об эмоциях, об отношениях между людьми? Я думаю, Елена, что вы ключевое слово в этом смысле, в этом вопросе, ключевое для ответа слово назвали, и это слово для меня обогащая. То есть мы знаем, или достаточно часто так получается, проявляется, что большая часть, ну, детские какие-то переживания в первую очередь, они оказываются ну, лежащие таким, ну, как психологи, психотерапевты говорят, может быть, материалом, чем-то таким, что не положено в слова, чем-то таким, что не вербализовано. Оно было не вербализовано, не озвучено, для этого не была найдена словесная форма в детстве, потому что аппарата словесного еще не было. В юности, может быть, и в каком-то дальше возрасте для этого не было необходимости и времени. А если вы говорите о приходе к психологу-психотерапевту, иногда это для людей первый опыт, первые попытки оформить переживания, ранние, давние переживания в слова. В нарратив как вы сегодня это слово использовали? Ну, в каком-то смысле, наверное, если говорить о целостности, если нарратив представлять как историю, в истории есть целостность какая-то, да, есть сюжет, есть рукава истории какие-то, может быть, это не обязательно может быть сразу целый нарратив, это могут быть какие-то капли, пазлы, да, куски, кусочки опыта, которые могут объединиться потом только со временем, то есть буквально так это бывает, человек описывает себя там в пятилетнем, ну, как ему кажется, в пятилетнем возрасте, в десятилетнем возрасте, в двенадцатилетнем возрасте. Ему может, ну, не знаю, казаться, или он может предполагать, что эти кольца опыта, ну, эти рассказы насажены, как в детской игрушке, вот, вот эта вот, пирамидка, нет, пирамидка с кольцами, да, то есть он не видит стержневой структуры, почему, или что составляет стержень, ну, кроме того, что это его жизнь, да, но он видит, что эти кольца каким-то, чувствует, что эти кольца каким-то образом связаны, да, вот этот опыт, а потом со временем это может вполне вырасти в нарратив, там, где есть вот эти переходы для человека и смысловые, смысловые переходы, смысловые конструкции, вот, по поводу пользы того вопроса, о чем вы спросили, вот, я думаю, что во многом зависит польза от того, зачем вот эти ретроспективы делаются, то есть просто поговорить и, ну, что значит просто поговорить, расскажи мне, да, ну, хорошо, я рассказал, что дальше мы с этим будем делать, и вот содержательный ответ специалиста на этот вопрос, что дальше с этим, есть ли у этого какой-то, какой-то дальше и в чем это обогащение, о котором вы сказали, да, чем это обогащение происходит, ну, может быть, обогащение смыслом, мы уже начали об этом говорить, да, то есть какой-то мой ранний опыт, который мне виделся болезненным, травматичным, пустым, одиноким, да, непонятно, зачем свалившимся на меня вдруг или не вдруг в процессе вот этой работы обогащения обретает смысл, то есть это все тогда становится богатством каким-то внутренним, да, не пустой породой, ничем-то, что лежало и ждало своего часа, ничем-то по поводу чего человек, может быть, грустил в течение длительного времени, да, мне не повезло там с этим или мне не повезло со школой, мне не повезло с родителями, мне не повезло там, я не знаю, еще с чем-то. Я был, я один ребенок в семье и вдруг родился брат или сестра и все про меня забыли и начали заниматься этим братом или сестрой, потому что я девочка, а родители хотели мальчика, они стали танцевать вокруг него и так далее, меня забросили. Вдруг в воспоминаниях этой девочки появляется дедушка, где она вспоминает, хотя рядом был со мной дедушка, который мне рассказывал, то я скакала на коне, то на лошади, то на зайде, то на собаке, то есть это одиночество, возможно, перестает быть таким глобальным. Осмысленное одиночество перестает быть глобальным, чем если сравнивать его с бессмысленным одиночеством, да, с бессмысленным, беспросветным, но потому что бессмысленное и беспросветное это только мучение. Осмысленное, то есть то одиночество, в котором появился смысл, в котором появились, может быть, какие-то идеи, какие-то связи, появилось у человека представление, как это, если это одиночество или какая-то дискомфортная ситуация, как она его формировала, как она его закладывала в фундамент, тогда тот он, То есть тот жизненный опыт перестает быть пропастью, а он становится опорой. Он перестает быть пропастью, он перестает быть отколотым от текущего момента. У человека в этом смысле появляются корни, если можно так сказать. Причем корни в самом себе, в своей собственной истории. И тогда начинают двигаться некоторые другие проблемы, когда человек пытается укорениться в других людях, например. Ему сложно с самим собой, он хватается, цепляется за других. Тот пример, о котором вы меня спросили, я подумал сразу о мужчине, который пришел и начал говорить, что, ну, стал говорить о том, что вот как раз у него катастрофические изменения в его текущем семейном положении, брак зашатался, он стал думать о себе, как о человеке, у которого вместе с вот этой второй половинкой, да, как мы иногда говорим, супруг или супруга это вторая половинка. И с уходом второй половинки начал уходить и смысл. То есть смысл там, да, и попытка вернуть свою жизнь смысл для него, единственная пока, это попытка вернуть супругу. Удастся, ну, наверное, будет один исход, да, не удастся, а он уже подозревает, что это, скорее всего, не удастся. Возникает вопрос, а что с этим делать? Он, собственно, пришел к психотерапевту, потому что там все категорично достаточно. Она сказала, нет, все, мы заканчиваем и дальше ничего не будет. И он в этом смысле две, в этом плане две потери переживает, да, потерю, ну, начинает переживать потерю жены, потерю живого человека воплоти, да, и потерю неких своих каких-то душевных переживаний, да, смыслов, значений. То есть жизнь становится пустой, она по форме ничем не меняется, и людям извне не видно изменений, ну, они, там, друзья ему говорят, ну, слушай, ну, у тебя руки-ноги остались, там, у тебя там дом есть, у тебя машина есть, у тебя работа есть, ну, то, что они видят снаружи, да, у тебя же все есть, они же не видят этой внутренней пустотности, да, в нем раз, и как будто воздух из шарика ушел, да, что-то, чем можно было дышать, а он это все прекрасно ощущает, или они ему говорят, ну, слушай, ну, сходи развесили, в конце концов, но она не последняя, сколько еще, вот, я массу таких историй услышал, да, когда люди друг другу говорят, ну, в общем, все женщины, или там, все мужчины не сильно различаются, ну, там, две руки, две ноги и так далее, да, что ты переживаешь, найдешь себя лучше и так далее, вот, но, хорошо, так можно сказать, может быть, о супруге, да, но такое не скажешь о смысле, ты найдешь себе другой, ну, окей, а какой, да, покажи, где, и здесь ни один из друзей не может ткнуть пальцем, чтобы сказать вот здесь, да, потому что это придется, эту работу придется совершать самому человеку. Это про опору, да, и тогда вот этот экскурс в его собственную историю, в его собственное, там, детство, он тогда может быть обоснован, потому что человек, приходя на эту первую встречу, говорит, я понимаю, что я вот был сильно, сильно опирался на эти отношения, я не знаю, как мне двигаться дальше, я понимаю, что мне не на что опираться, я понимаю, что я не могу на себя опираться, да, и тут вот этот самый разговор, который мы с вами завели, где на пустоту очень сложно опираться. Я тоже вернусь к моему примеру, где вот этот экскурс в детство, в первое детское воспоминание, общаясь с преподавателями, психологии, которые проводят вот эти упражнения, рассказывая студентам, ну и, соответственно, студенты как, они на практике сами же для себя изучают это. Так вот, какие там феномены наблюдаются? Во-первых, в разные периоды жизни человеку под грифом первое, детское воспоминание, могут вспоминаться совершенно разные истории. Это первое. Во-вторых, анализ, ну, он там ведется по определенным там правилам каким-то, показывает, что вот эта история из детства, которая вспоминается в конкретный период жизни человека взрослого, она каким-то образом является актуальной для текущих событий и обстоятельств. Ну, например, если я сейчас переживаю разрыв, утрату смысла, то, возможно, если предложить этому человеку вот вспомнить какое-то первое детское воспоминание, он вспомнит историю, в которой были похожие переживания, где была утрата смысла, родился брат там, да, или сестра, или вот появляется одиночество, или утрата и потеря, там, не знаю, смерти бабушек, дедушек или кого-то из близких людей. Или детство закончилось, я пошел в первый класс, да? Например. То есть какие-то изменения. Это я к тому, отвечая на ваш вопрос, к чему все это дается, задание такое, да, и что из этого дальше можно вынести? Ну, тот пример, который вы сейчас продолжили, да, то, о чем я говорю, я в какой-то степени сейчас резюмирую, наверное, наговоренное нами, оставляет нам или предлагает нам в психотерапию, в консультирование замечательную, очень продуктивную идею о том, что ничего окончательно не случилось. Или что-то случилось, чего как фарш в мясорубке не провернешь назад, но что-то постоянно случается, постоянно происходит, и я думаю, вот сейчас, говоря вам, Елен, это, я думаю, что одна из важных функций или важных задач может быть психотерапевта, вот так попутно сейчас мысль пришла, одна из важных задач психотерапевта является вот эту, ну, надежду, что ли, потому что эта идея дает надежду, но это не пустая надежда, типа, все будет хорошо, мы с вами разберемся, все будет хорошо, мы с вами проработаем и как-то туда приходят и говорят, да я уже это проработала, эту проблему. Да, вот, это замечательная идея, которая позволяет которая позволяет делать продуктивную работу. Ну, и открывать в себе что-то новое. Внутри. Это же такое интересное, увлекательное мероприятие, процесс, узнавать себя. Ну, или открывать в себе что-то старое и давно забытое, что-то такое, чего в насущной, текущей жизни сильно не хватает. Ну, открывать в себе детское, мы с вами начинали об этом говорить, да, открывать в себе что-то такое ресурсное, открывать в себе свою уникальность, открывать в себе не знаю, даже знание о собственных реакциях, почему я реагирую на те или иные процессы, вот, ну, именно так, а не по-другому. Ну, в общем, да, мы, я слушаю вас, я сейчас подумал, мы с вами индивидуализировали сейчас психотерапию, начали, мало времени. Да, мы начали, ну, вот я как раз хочу сказать, что мы начали, может быть, с каких-то общих обсуждений, почти сейчас привели к такому медовому в конце разговора, он действительно иногда бывает такой, когда вот ощущение возможностей открывается, и это очень хорошее ощущение, особенно, когда люди приходят с депрессией, и у них возникает вот это переживание возможностей, да, переживание, что под этим, этой плитой, которая давит им на грудь, что-то еще есть, какая-то жизнь, и мы отправляемся на поиски этой жизни, как бы громко это ни звучало. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу, спасибо телезрителям, которые смотрели нас. Всего доброго, до свидания. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин